Сказать, что нам нравится электросила, это ничего не сказать, потому что то, что нам дает электросила, дает нам возможность жить, кстати, не забирая большое количество денег. Потому что она не хочет этого делать. Нам надо приходить сюда и покупать все новинки. Ох, какие здесь новинки! А зайду и вам продемонстрирую эти новинки, а заодно и поговорю с людьми, с людьми моими, с человеками нужными, с отличными магнитногорцами и гостями города о том, что такое электросила. Сейчас поговорим о новинках. Почему мы будем говорить о новинках? Потому что если мы говорим об электричестве, то оно нуждается в новинках по одной простой причине. Потому что электричество – это всегда что-то новое, 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 и, естественно, новое. И когда мы говорим о качестве, мы когда говорим о светодиодных, давайте все-таки определим, что светодиодные светильники должны работать еще и поактивнее и подольше. Да-да-да-да. То есть весь светодиодные светильники, которые здесь есть, чем нам интересна еще электросила, тем, что они работают дольше, чем где-либо у кого-либо в природе своей. Я себе поставил светодиодные светильники, и они до сих пор все практически работают, за редким исключением. Но когда мы говорим о других вещах, то есть и для пайки, и для работы с клеем, вам часто ли удавалось полностью использовать клей в тюбиках? Ну, который суперклей, который от себя накрыл. Так, чтобы он там не высох. У меня нечасто. А зачем это должно быть нечасто? Покупаем спокойненько себе большой пакетик, ну, не такой большой, он всего лишь 50 рублей стоит, он закрывается. И вы этот пакет будете использовать от начала и до конца. Он просто закрывается. Открыли спокойненько, дырочку прокололи, и дальше работаете. И это главная тема. До меня доезжает, и недавно, кстати, вчера человек доехал. В смысле, он спросил у меня, а почему ты такой умный? Я говорю, ну, во-первых, я не совсем умный. Я, по большей части, в принципе, своим я малость инженером-то занимаюсь. А инженер – это человек, который умеет кое-что делать. Так вот, раз инженеры, которые умеют кое-что делать, я, естественно, приезжаю в те дивные страны, где нам всю жизнь говорят, что у нас воруют немножко в большом количестве... А что? А, у нас типа воруют в большом количестве дерева. Нет, у нас дерево в большом количестве не воруют, потому что я был в той дивной стране под названием... А что у нас? Нам же всегда говорят, что у нас Китай все тырит. Нет, во-первых, это все не тырит, естественно. Для того, чтобы у вас было хорошо и красиво, есть такое понятие «государственная таможенная служба». Посмотрите внимательно, и, в принципе, там все это дело запрещено по самые кривые помидоры. Да-да-да, именно кривые помидоры. Потому что именно по кривым помидорам мы ничего не можем сделать, потому что сегодня и сейчас это все-таки собственность Российской Федерации, а не отдельно которого человек. Другой вариант, что у нас все отдельно и здесь строится. И давайте все-таки определимся, что некоторые вещи, которые необходимы, можно строить и из дерева. А условия того, чем я сейчас занимаюсь, то есть ОСП-панели, они хорошо вспенены и, в принципе, тоже неплохо себя ведут в доме своем. Но если вы уж хотите что-то сделать красивое, ровное и закатать все это дело под дуб, все, есть от и до. Ну, только не только под дуб есть, а тут и под клен, и под сосну, и… В общем, я не знаю, о чем идет речь, но все, что есть здесь, все здесь есть красиво и так, как нужно. И к слову о том, что вы, если сильно-сильно-сильно захотите, можете сделать раритетную проводочку, вот она, пожалуйста, есть, раритетная проводка. Это если вы понимаете. А сегодня и сейчас мы не можем даже никуда электричество не кидать. То есть можно поставить в кабель-каналы, и сегодня и сейчас электричество, которое вы покупаете здесь, спокойненько укладываете в эти кабель-каналы, оно не вспалит, никогда ничего не случится, и все будет красиво. И вообще, забудьте про то, что нужно было бы использовать что-то другое. В природе, если вы придете сюда, на Комсомольскую 17, вы можете купить все для своего качественного дома и сделать все изумительно. Редко находите. Ну, почему Олег Красиво нравится? Ну, нравится, потому что необходимые вещи надо брать. То есть, в принципе, можно здесь покупать, да? Конечно. То есть, можно говорить, что удовольствие-то есть, оказывается, в нашем городе. Ну, здесь все, что нужно для жизни. Есть. Все, что необходимо для быта нашего. Скажите, пожалуйста, вам нравится эта электросила? Конечно. А чем она вам нравится? Выбор большой цены, демократичный, так скажем. Ну, и есть практически все, да? Да. Очень всего. Вы часто сюда приходите, нет? Да. А вообще нравится вам электросила? Конечно, нравится. То есть, можно говорить, хорошо? Да, отлично. Когда мне говорят, не верь в город Магнитогорск, я буду верить в город Магнитогорск. Я верю тем людям, которые приходят сюда на улицу вокзальную 5, подразделение электросил, потому что эти люди, эти люди не в рот. Проверим? А давайте проверим. То есть, вы в электросиле часто гости? Ну, да. Стройка дома – это такое дело, что… А, ну да, стройка дома – это вообще, да? Да. Ну, давайте все-таки определимся, что в стройке дома проблемы не должны быть у вас с электричеством? Ну, конечно. Здесь и товар, как бы, цена и качество. И всегда все есть. То есть, в польне хорошо и красиво? Конечно. Спасибо большое. Ну, вы сейчас купили интересную штуку? Да. То есть, всегда можно в электросиле что-то найти? Да, конечно. Поэтому сюда я приехал. Спасибо большое. Это вообще электросиле? Да, все время берем. Все время берем. И вам нравится удовольствие и все остальное, да? Да. И здесь гарантия есть. Все есть. Если даже денег нет, то всегда сюда приятно прийти, да? Нужно всегда что-нибудь найти, да, красивенькое? Конечно. Инфляционно нормально. То есть, жить можно? И работать нужно? Жить нужно. А, жить можно и работать нужно. Да. Вы занимаетесь чем-то? У вас в строительстве идет, да? Электромонтажом. Электромонтажом. Да, но даже при всем электромонтажем вы можете сюда прийти и покупать здесь то, что нужно. В любое время. В любое время. В рабочее. Да, электросила вам помогает? Очень сильно помогает. Очень хороший магазин, очень им доволен. Работаю уже более пяти лет с ним. Девочки отзывчивые, всегда подскажут, помогут. Новичкам даже. Ну, я тоже, как бы, более опытный человек, поэтому ничего такого мне, как бы, уже сам иногда подсказываю, советую здесь, даже в магазине. Поэтому, очень хороший магазин. Ряд скидок у них очень даже хороший. Помогают всегда покупателям. Отзывчивый коллектив. Вообще, просто супер. Спасибо. Спасибо, говорить нужно. Потому что они говорят без прикрас. А, много ли таких в эфире, где людям платят сверх деньги? Так вот, я не такой. Смотрите мои сюжеты. А за электричество в электросилу. Спасибо.